Второй том добротолюбия, страница 151-я, Ситова Яна Касьяна, 12-я, о конце покаянных трудов, 221. Совершенное покаяние состоит в том, чтобы не делать более тех грехов, в которых каемся, и в которых обречает нас совесть. Доказательством же удовлетворения за них с нашей стороны и их нам прощение служит изгнание из сердец наших и самого сочувствия к ним. Доведает всяк, что он еще не разрешен от прежних грехов, коль скоро, в то время, как подъемлет труды и воздыхание в удовлетворение за них, перед очами ума его играют образы грешных дел или тех, кои сам делал, или подобных им. И через это, не говорю с влаждением предметами непотребными, но даже воспоминанием об них, разоряется внутреннее доброе настроение души. И так, бодрственно трудящийся над таким удовлетворением, тогда лишь пусть признает себя разрешенным от своих грехов и во всем, что прежде наделал, получившим прощение, когда вас чувствует, что сердце его нисколько уже не трогается их приманками, а не только воображением. Почему испытатель покаяния и прощения заседает в совести нашей, которой прежде дня судного, пока еще медлен мы пребыванием во плоти этой, открывает нам отпущение вины нашей и объявляет об окончании удовлетворения возвещением о прощении. И чтобы определение выразить сказанное нами, говорю, тогда, наконец, поверить должно, что отпущены нам все скверны прежде грехов, когда из сердца нашего будут изнаны как свастолюбивые вожделения, так и страсти. Вопрос. 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 С ним мужественно ополчается против врагов, и ему, имеющему власть оставлять грехи, исповедует свои прегрешения. Такая душа через призывание часто объемлет Христа единого тайновеца-сердец, а от людей же всех всячески старается скрыть свою сладость и свой внутренний подвиг, чтобы враг лукавый как-нибудь не дал удобного в нее входа злу и не уничтожил добрейшего ее делания. В трезвении есть твердое водружение помысла ума и стояния его у двери сердца, так что он видит, как подходят чуждые помыслы, эти воры-окрадыватели, слышит, что говорят и что делают эти грабители, губители, и какой демоны начертывает и устанавливает образ, покушаясь увлекшись из него мечтания ум, обольстить его. Если будем люботрудно проходить такое действование, то оно, если хотим, очень основательно и внятно на опыте покажет искусство, мысленное брание и доставит опытность в ней. Сугубый страх, с одной стороны, от оставлений Божиих, с другой – от обучительного попущения и искушений внешних, обыкновенно рождает частность надзирательного внимания в уме человека, старающегося заградить источник худых помыслов и дел. Для этого именно и оставление бывает, и посылается нечаянное искушение от Бога к исправлению жизни нашей, особенно когда кто вкусил сладость, упокоение от добра этого, внимания и трезвения, и вознеродел. От частности сей рождается навык, от этого естественная некая непрерывность трезвения. А от этого, по свойству его, мало-помалу порождается видение брания, за которым восследует непрестанная молитва Иисусова, сладостное, безмечтание, тишина ума и дивное некое состояние, исходящее от сочетания с Иисусом. Ум, стоящий и призывающий Христа на врагов и к нему прибегающий, подобен зверю какому-нибудь, который был окружен множеством псов, мужественно стоит против них, укрывшись в некоем ограждении. И издали, приводя мысленно-мысленные ковы невидимых врагов, он непрестанно против них молится миротворцу Иисусу, и через то пребывает неуязвимым ими. И если ведаешь, и дано тебе заутро предстать пред Господа, и не только зримо быть, но и зреть, то ты разумеешь, о чем я говорю. Если же нет, трезвенствуй и получишь. Десятое. Состав морей множество вод, а состав и твердыня трезвения, бодренности и углубленного безмолвия души, равно как без насозерцаний дивных и неизреченных, и разумного смирения, правоты и любви есть, само же одно крайнее трезвение, и ко Христу Иисусу без помыслов, с воздыханиями молитва, непрестанная, притрудная, но без уныния и скучания. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет, говорит Господь Царствие Небесное, но творящий волю Отца Моего. В воле же Отца Его есть. Сия, любящий Господа, ненавидьте злое. Салом 96, 10. Итак, при молитве к Иисусу Христу возненавидим злые помыслы, и воля Божия исполнена. Владыка наш и Бог, воплотившись, предложил начертание всякой добродетели в пример роду человеческому, и в воззвание древнего падения, живописав все добродетельное свое во плоти житие. В числе многих других, показанных им добрых примеров, он, вошедший по крещению в пустыню с постом, вступил там в мысленную брань с дьяволом, приступившим к нему как к простому человеку, и образом победы над ним, то есть смирением, постом, молитвою и трезвением, коей держал он, не имея в них нужды, как Бог и Бог богов, научил и нас, негодных рабов, как держать достодожно брань против духов злобы. То сколько, по-моему, есть способов приемов трезвения, могущих мало-помалу очистить ум от страстных помыслов. Вот, я не поленюсь, а значит, тебе некрасную и неиспещренную речью, ибо я не считаю разумным и в этом слове, как бывает в повествованиях о внешних войнах, набором речений закрывать полезное, особенно для людей простых. «Ты же, чадо Тимофею, скажу тебе словом апостола, внемли тому, что будешь читать». Итак, один способ приема трезвения есть – смотреть неотступно за мечтанием или за прилогом, ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы и представлять их уму к его прещению обманом. 15. Другой – иметь сердце глубоко всегда молчащим и от всякого помысла безмолвствующим и молития. Иной – непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса Христа. Иной еще способ – иметь в душе непрестанное памятование о смерти. Все эти дела невозлюблены, подобно привратникам, возбраняют вход худым помышлениям. О том же, что должно лишь к небу взирать, занимать всегда ум созерцанием вещей небесных, ни во что вменяя земли и все земное, что также есть один из действенных способов трезвения, как и прочее. Об этом я с помощью Божьего дающего слова изложу обстоятельные в другом месте. Если отсечем причины страстей, поводы к возбуждению их, и займемся духовными деланиями на короткое лишь время, а не пребудем в этом чине жизни навсегда, это самое имя занятия, то легко опять возвращаемся к плотским страстям. Никакого другого не получил от того доброго начинания плода, кроме всеконечного омрачения ума и глубочайшего ниспадения в вещественное 20. Тому, кто подвизается внутри, в каждое мгновение надо иметь следующее 4 делания. Смирение, крайнее внимание, противоречие помыслам и молитву. Смирение, чтобы, как брать у него идет, с соперниками, гордыми демонами, всегда иметь в руке сердца помощь Христову. Ибо Господь ненавидит гордых. Внимание, чтобы всегда держать сердце свое, не имеющим никакого помысла, хотя бы он казался добрым. Противоречие, дабы как только уразумеется, кто пришел, тотчас с гневом воспротиворечить лукавому. Как говорится, и отвечаю поношающим мне слово. Не Богу ли повинится душа моя? Молитву, дабы после противоречия, тотчас из глубины сердца, возопить, как Христус, воздыханием неизглаголанным. И тогда сам подвизающийся увидит, как враг его поклоняемым именем Иисуса, как прах ветром развивается и гонится прочь, как дым исчезает со своим мечтанием. Кто не имеет чистой от помыслов молитвы, тот не имеет оружия на брань. Молитвы, говорю, той, которая непрестанно действовалась бы во внутреннейших сокровенностях души, дабы призыванием Господа Иисуса Христа, незримо, был бечуем и опаляем враг, скрытно ратующий. Надлежит тебе острым и напряженным взором ума смотреть внутрь, чтобы узнавать входящих, узнав же тотчас противоречием сокрушать главу змея с воздыханием, возопив в то же время ко Христу. И получив тогда опыт невидимого божеского заступления, получишь, ясно также увидишь, тогда и правость сердца, право ли оно действует, или в чем состоит правое действование сердца, как держащий в руке зеркало, и смотрящий в него, стоя между другими, видит и свое лицо, каково оно видит, и других смотрящихся в то же самое зеркало. Так со всем вниманием смотрящих сердце свое видит, в том свое собственное состояние видит и мрачные лица мысленных эфиопов. Не может ум победить демонские мечта не сам только собою, да не дерзает на сие никогда, ибо хитрые, будучи враги наши, притворяются побежденными, замышляя и не изложить борца откуда-то, через тщеславие. При призывании же имени Иисусова и минуты постоять и злокознствовать против тебя не стерпит. 25. Смотри, не возмечтая себе много, и не измысли своих способов к борьбе, подобно древнему Израилю, иначе и ты предан будешь мысленным врагам. Ибо тот избавлен, будучи от египтян, богом всяческих измыслов, потом своего себе помощника, идова-слиянного. Под видом же слиянным, разумеется, слабый, под идовом, слабый наш разум, который, пока на духа в злобу призывает Иисуса Христа, удобно изгоняет их и с искусным умением обращает в бегство невидимое, ратные силы врага, а коль скоро сам на себя одного безрассудно дерьзнет, понадеется, то падает и разбивается подобно так называемому быстрокрылому. Это голуби, турманы, поднявшись высоко, свертываются и падают вниз. Если не успеют развернуться, то ударяются о землю и разбиваются до смерти. Вот что исповедует уповающий на Господа. Господь, говорит, помощник мой, защититель мой, на него уповало сердце мое и помог мне и просветит плоть моя. Псалом 27.7. И кто, кроме Господа, восстанет на лукавнующих против меня или кто предстанет мне наделающих беззаконие. Псалом 93.16. Бесчисленные помыслы. На себя же, а не на Бога надеющиеся, падет падением ужасным. Да будет тебе возлюбленный, если хочешь вести борьбу, как следует, примерным указателем образа и чина сердечного безмолвия, маленький животный, паук. Тот хватает, умерщвляет малых мух. А ты, если та же, как он, сидит в своей паутинной норе, притрудно безмолвствуешь в своей душе, не переставай всегда избивать младенцев вавилонских. За каковое избивание блаженным назвал бы тебя через Давида Дух Святой. Как невозможно Красному морю узрену быть на тверде небесной между звездами. И как нельзя человеку, ходящему по земле, не дышать здешним воздухом. Так невозможно нам очистить сердце свое от страстных помыслов и изгнать из него мысленных врагов без частого призывания имени Иисуса Христова. Если со смиренным мудрованием, памятой не о смерти, самоукорением, противоречием помыслам, и призыванием Иисуса Христа всегда пребываешь ты в сердце своем, и с этими орудиями трезвенно проходишь каждый день мысленный путь, тесный, но радостотворный и сладостный, то войдешь во святые созерцания святых и просвещен будешь ведением глубоких тайн от Христа, в нем же все сокровища премудрости и разума сокровенно, и в котором живет всякое исполнение Божества телесно. Ибо в Иисусе вочувствуешь ты, что в душу твою не шел Дух Святой, которым просвещаясь ум человека, зрит откровенным лицом славу Божию. Никто же, говорит апостол, не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, который тайно утвердает ищущего его в истине о нем. Тридцать. В любящем научении надо знать и то, что злые демоны, завидуя нам по причине великой отбрань и пользы, умудрение ей и к Богу восхождение, часто скрывают от нас и утешают эту мысленную брань, имея при этом в намерении то, чтобы, когда мы, забывая об опасностях нападения с их стороны, обеззаботимся, внезапно похитить ум наше в мечтании и опять делать нас невнимающими сердцем неродивцами, ибо их одна цель и один подвиг непрестанно заботится, совсем не давать сердцу нашему быть внимательным к себе, зная, какое богатство собирается через это в душе. Но мы тогда-то более во время затищья брани воспростремся с памятованием Господа нашего Иисуса Христа в духовное созерцание, и брань опять найдет на ум только будем все делать, скажу так, с совета самого Господа и со смирением великим. Пребывая в общежитии, мы должны самоохотным изволением и готовностью сердца отсекать всякую волю свою перед настоятелем и быть таким образом при помощи Божией, как бы самопроизвольными безвольниками. При этом всячески набежит нам ухитряться, чтобы не возмущаться раздражительностью и не допускать неразумных и неестественных движений и гнева, потому что иначе в час брани духовной мы будем оказываться бездерзновенными, лишенными мужества. Ибо воля наша, если сами самоохотно не отсекаем ее, обыкновенно раздражается на тех, которые покушаются отсекать ее принудительно, без нашего соизволения. А из-за этого подвигнутый гнев, злобно лая, губит разумение брани, умение вести ее, которое с большим трудом едва можно было стяжать. Гнев обыкновенно бывает разрушителен. Если он подвигнется против бесовских помыслов, то их разбивает и истребляет, а если воскипит против людей, то истребляет в нас благие относительно их помышления. Таким образом, гнев, как очевидно, является разрушителем для всякого рода помыслов, худых ли то, или, если случится, и правых. Он дарован нам от Бога, как щит и лук, и бывает таковым, если не уклоняется от назначения своего. Если же начнет действовать несообразно с ним, то бывает разрушителем. Видел я, что и пес, в иной раз смело бросающийся на волков, терзает овец, так надлежит бегать дерзостности, безосторожной вольности в обращении с другими, как яда аспидов и уклоняйся от частых бесед, как от змей по рождению их единых, потому что они весьма скоро могут привести в совершенное забвение о внутренней брани и не извести душу долу с обрадовающей высоты, доставляемой чистотой сердца. Проклятие, достойное забвение, как вода огню противится внимания и сильным супостатом ему бывает каждочасно. От забвения приходим в нерадение, от нерадения переходим к небрежению порядка в духовной жизни и унынию, и к безместным похотениям, и таким образом опять возвращаемся вспять, как пес на свою блевотину. Будем же бегать в вольности, как яда смертоносного, а злой недуг изобвения. Будем расчевать крайне строгим хранением ума и непрестанным призыванием Господа нашего Иисуса Христа, ибо без него не можем делать мы ничего. Необычно, да и невозможно дружиться со змеем и носить его в недрах своих, невозможно и тело всячески ласкать, любить его и угождать ему, кроме доставления необходимого потребного, и вместе с тем пищись о добродетели небесной. Ибо тот змей по естеству своему не удержится, чтобы не уязвить пригревшего, а это тело, чтобы не осквернить угождающего ему движениями похотной сласти. Когда тело в чем-либо погрешит, бичами бить его надо бы нещадно, да ран, как беглого раба, исполненного вином. Да знаешь, что есть над ним господин ум, готовый наказать его, и да не ищет убийство похотью, будто вином в корчемнице. Да не ведает и госпожи своей души нетленной, это раба ненощная, прах тленный. До самого исхода своего не доверяй плоти своей. Хотя не плоти, говорит апостол, вражда на Бога, ибо закону Божию не покоряются, и плоть походствует на дух, еще сущего плоти Богу водить не могут. Вы же не во плоти, но в духе. Дело благоразумия есть всегда подвигать раздражительную силу нашу к схваткам во внутренней брани и к самоукорению. Дело мудрости мысленную силу нашу напрягать к трезвенному, строгому, непрерывному и к духовному созерцанию. Дело справедливости желательную силу направлять к добродетели и к Богу. Дело мужества управлять пятью чувствами и удерживать их, чтобы они не оскверняли ни внутреннего нашего человека или сердца, ни внешнего или тела. не оскверняли. Дело